Основанный в Мунино более 50 лет назад клуб регби, который называется ВВА Подмосковья, самый титулованный в России. За свою историю он 17 раз становился чемпионом страны. В минувшую пятницу на стадионе в Мунино состоялась очередная игра чемпионата России этого года. Сюда приехала команда из Новокузнецка. Металлург ее позиции в шестом туре чемпионата выше, чем у монинских регбистов. Поэтому для ВВА Подмосковья эта игра очень значимая. Сегодня мы играем с той командой, которая практически лидер таблицы соревнований этого года. Она не проиграла еще в этом году из пяти игр ни одной игры. Поэтому для нас это очень важный матч. Можно говоря, так скажем, принести им, дать им первое поражение. Команда из Мунино недавно принимала на своем поле игроков из Краснодара, которых обыграла с разгромным счетом 83-5. Однако в начале чемпионата монинцы неудачно сыграли с командой из Пензы. И теперь для них важно каждое набранное очко. Мы боремся за выход в плей-офф, чтобы на следующий год играть в полуфинале. Поэтому команда сейчас пока находится на пятом месте. Но у нее все есть шансы подняться до третьего места. Игра с Металлургом началась для монинцев не очень удачно. На первых минутах гости уверенно реализовали штрафной. Счет стал 0-3 в их пользу. Правда, затем такой же штрафной забили хозяева поля. Казалось бы, поначалу игра шла на равных. Но после очень мощного прохода с мячом Германа Давыдова, ВВА Подмосковья перехватила инициативу и больше ее не отдавала. Мак, если надо, первым отрабатывай. Давай, давай. Молодцы, молодцы, Мак. Еще нагнетайте, нагнетайте. К концу второго тайма счет стал 41-11 в пользу регбистов из Монина. Победив гостей из Новокузнецка, наши спортсмены получили еще 4 очка и одно бонусное. Таким образом, они передвинулись в таблице чемпионата на ступень выше. Позиции укрепились, но впереди у них еще много игр. Мы сначала сыграем 9 игр регулярного чемпионата, после чего определится первое и второе место, которые на следующий год напрямую попадают в полуфинал. А с третьего по шестое место будут играть одну четвертую плывов, тоже за попадание в тот же плывов. Андрей Цихадубич, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.